И пройдемся по главным четырех этапам бизнес-социального создания, концепции, детализация, разработка, внедрение, ну и поддержку. Ну и выводы какие-то. Ну и, собственно, в нашем проекте. Ну, мы работаем в сфере инвестиционного банкинга, это обработка жизненного для деривативов. Деривативы — это производство финансовых инструментов, для тех, кто не знает. Следующий слайд, спасибо. Значит, структура проекта такая. У нас 12 скрам команд. Две в Лондоне, две в Синкт-Куре, две в Подговоре, две в Кракове и три в Кракове уже, да, и две в Киеве. Ну и, соответственно, основные трудности, которые у нас есть на проекте — это сложная структура приложений взаимосвязей, потому что банковские проекты — это обычно такая макронная система. Много сверху, много снится, между ними по шимам бегают сообщения, все это такое вот накрученное и страшное. Наш проект — это лишь променуточное звено в этой цепи, поэтому необходимо все время помнить и тех, кто сверху над нами, и тех, кто снизу под нами, потому что они все зависят от того, что происходит в наших небольших компонентах. Все команды работают с общим кодом, то есть 12 команд, а 8 человек — это, на самом деле, очень тяжело. При этом мы едемся каждые два спринка, то есть это раз в месяц у нас уходит три бизнеса. Дальше — широкий спектр бизнес-доменов. То есть мы работаем с разными ассот-классами, с разными продуктами, с разными жизненными циклами этих ассот-классов, и необходимо иметь очень глубокие знания, понимать эти процессы в области финансов. Ну и 80% задач — это изменения в текущей функциональности, то есть буквально чуть-чуть что-то дописываем, пишем новое, а 80% — это добавление нового продукта, это какое-то изменение, какие-то внешние изменения на рынке, допустим, регуляторы рынка поменяли какой-то формат, какое-то сообщение, все у нас это должно быть по всем, по всем системам, все должно сработать. У нас, получается, работает команда из 12 аналитиков, вот такая распределенная во всем мире, то есть изначально не было вообще никакой координации между нами, и источник бизнес-идей. То есть у нас есть шесть продукт-онеров, пять архитекторов, представителей конечных пользователей и регуляторы рынка, то есть это какие-то внешние, может быть, какие-то новые законы от государств, с которыми мы работаем, или это могут быть какие-то системы общие, типа DTCC, может, слышали, кто работает в финансовости, до слова. Можно следующий слайд. Ну, это так вот просто, чтобы вы поняли примерно архитектуру одного маленького компонента, то есть вот три центральные компонента — это те, с которыми работаем мы, все остальное — это те, от которых мы зависим, или те, которые зависят от нас. Это вот просто, чтобы понять специфику, в которой мы работаем. Так, и мы должны всех учитывать в нашей работе. Потому что, как бы, мы с ними не делились. Ну, понятно. Скажите, то есть со старшим командой — это только аналитики входят? Нет, нет, скрам-команды — это шесть, это где-то пять девелоперов, два кея с один-два бизнес-иналитиков. Так, собственно, и наш процесс анализа сейчас, как он уже выглядит, ну, на данный момент. Это уже после, наверное, двух лет того, как мы его постоянно улучшали, как бы работали над ним. И, ну, в принципе, возможно, даст нам какое-то понятие, как мы сейчас работаем. Ну, начинается все, соответственно, с теоретизации бизнес-идей. Мы собираем начальные требования. Это создаем vision, так называемый. В принципе, облажаемые детали на них, но мы его используем. Приоритизируем их и выявляем зависимости. Потом идет детализация. User story — создаем, в принципе, на этом этапе — проработка требований с командой, чтобы команда понимала, ну, и бизнес-иналитик какую-то техническую часть включил в задачи. Собственно, разработка, проработка технических деталей, поддержка команды со стороны бизнес-иналитика. И внедрение поддержки. Тут тоже бизнес-иналитик задействован, у него тоже есть здесь работа. Ну, мы более-менее детально пойдемте по этому дальше, в этом мы и будем восстанавливаться. Ну, и процесс бизнес-иналитика скрама, да? Да, то есть, многие из вас видели картинку скрама, где есть такой баклок красивенький, вот из него поступают в итерацию вот такие нарезанные красивые кусочки из ушстарей. Вот, на самом деле, мы когда пришли, мы этих кусочков не увидели. Вот, было непонятно, как вообще работа аналитика вписывается в скрам-команду. То есть, вот сейчас мы уже осознали, что аналитик, по сути дела, это прокси-продактонер, потому что изначально аналитик у нас скрам-командой занимался всем, то есть он был большей частью команды, чем частью продактонера. То есть, сейчас мы сместили этот акцент, аналитик – это больше прокси-продактонер. Но, тем не менее, вот мы просто попытались показать, что аналитик – это и часть команды, и часть процесса анализа. И его работа, вот, она должна вписываться и в скрам-процесс, и при этом аналитик должен обеспечивать вот все время вот этот вот объем задач, вот эти вот нарезанные кусочки для своих команд. Ну, если будут вопросы по этому слайду, то есть мы можем потом в главное время пройти с желающими, то есть я могу рассказать более детально о каждом из этих этапов. Но, да, сейчас мы попытаемся больше сконцентрироваться на наших проблемах, с которыми мы столкнулись на самом первом этапе. Итак, как понять, что действительно необходимо делать? Вот, значит, какие у нас изначально были проблемы вот на этапе сбора вот этих начальных идей, бизнес-идей требований? Значит, у нас был один общий backlog, просто вот один backlog, несмотря на то, что, на самом деле, у нас очень много проектов, много разных областей, которые между собой иногда не пересекаются. Но был один общий backlog. Все шесть продактонеров бросали туда какие-то свои задачи, какие-то свои идеи. У продактонеров не было видения процесса, то есть они не понимали, что вот происходит за той юзер-сторией, которую они бросают туда. То есть они бросают, думают, что это юзер-стория, на самом деле это оказывается эпик. Они сами оценивают эту юзер-сторию, исходя из какого-то своего видения. Потом команда берет эту юзер-сторию, то есть планируется как-то время команды. Команды говорят, мы это будем делать месяц, а не, допустим, спринт или четверть спринта. То есть не было вообще никакой координации между продакт-тонерами. Они не понимали то, что делает. Команда, допустим, говорит, что нам надо эту юзер-сторию, мы оцениваем их так-то так, а потом, сколько это делать, начиная делать, то есть делая, допустим, вместо одного спринта, два спринта, такой другой продакт-тонер и говорит, слушайте, ребята, вот тут есть вот такая вот другая задача, мне надо, чтобы ее начали делать. Мы с тем продакт-тонером, вроде бы как он оценивался, да, они гораздо меньшее время, чем вы делаете. Ну и, собственно, не было глобального видения проектов. То есть две команды, так как был общий выплог, задачи для этого выплога раскидывались на команды. Могла одна команда в Сингапуре этим заниматься, одна команда в Киеве. Могли реализовать похожие решения, но разные, то есть каждую по-своему. Ну и чаще всего запрос в бизнесе, это план, как я уже говорила, не просто одна задача. Ну и, собственно, что мы изменили для того, чтобы вот этих всех проблем избежать? Да, это, собственно, уже наши решения пошли. Таким образом мы увидели все проблемы, как они увидели. Что мы начали делать? Ну, во-первых, это vision-документ. Изначально, когда у нас появлялся скрам-процесс и вообще agile, не было понимания, что agile вообще нужен vision. Ну, как бы, не знаю, во многих две проблемы есть сейчас. Вообще, кто работает поджар сейчас на технологии? В каких проектах есть vision из agile? Да, не вон многие. Что бы называть vision? У нас, да, это какой-то high-level уже бизнес-рекламент, наверное, описанный с какими, возможно, деталями с точки зрения бизнеса. У нас есть темплейт, да. В чем разница между vision-документом для agile и vision-документом? Есть разница? А у нас, в нашем случае, наш vision-документ, это более-менее root-документ. То есть, по сути, мы, как я понимаю, да, вы пришли к тому, что часть методологии рука, да? Да. Если мы работаем для большого сложного проекта, у которого много команд, у которого много функционеров и так далее. Да. Это, в принципе, затюнило именно по нашу. Оно для нас работает. А давайте вопросы немного дальше, потому что у нас поменьше, чем вам нужно рассказать. Ну, второе – это регулярный статус совещания с проектовными скайфолдерами. Ну, в процессе работы над вот этим vision-документом и над high-level requirements у нас есть часто какие-то свои, скажем так, мнения и понимания того, как должен работать процесс. И мы не всегда то, что думаем про готовность. Потому что у нас, ну, в зависимости от проекта, каждую неделю, каждые две недели, мы как бы встречаемся, ну, созваниваемся просто про готовность, мы говорим, да, вот, мы работаем с проектом за проектом. Правильно ли это? Правильно ли то, что мы нашли? Дальше у нас есть периодизация. Ну, мы используем отдельный тул. Так он вам может для периодизации между проект-товнерами. Но это на следующем сайте вы увидите. Дальше – реценция пересмотра в Project Free, да, куда он более-менее готов или у нас уже есть какая-то базовая версия. У нас проходит несколько циклов его пересмотра с проект-товнерами. Они смотрят, говорят, ну, тут надо поправить, а тут не совсем тот. И вот так несколько раз. Потом у нас есть вот этот реценция пересмотра в Project Free, как финальная сессия, это уже 30 звонок. Conference Call с проект-товнерами, стейхолдерами и нашими архитекторами, которые уже можем дать какую-то оценку, реализуемое это решение или нет. Ну и, собственно, на этом же минимуме у нас есть Virtual EPS. Мы сразу разбиваем эту задачу на какие-то хайловые части. Это еще не user story. Это просто мы представляем, какие части работы должны быть сделаны в рамках этого проекта. Ну и, собственно, отслеживание из проект-ных реалитетов и зависимостей. То, что Настя говорила, у нас не было понимания, если кто-то прибегает с какими-то новыми задачами, куда же играть старые. Ну, как бы, и продакт-товнеры думали, ну, как это сделаем, но все не совсем так. Как это решилось? Мы начали использовать на уровне наших продукт-товнеров такой контент-борд. И, ну, как бы, наверное, инновационность в том, что он именно для продукт-товнеров, он не для команды. Ну, мы работаем с Лондоном, собственно, он в Лондоне. У них, как бы, на этаже, где сидят наши продукты, есть большая доска, на которой размещены вот эти все частички, вот эти задачи, это не user story, это проекты. И, в принципе, они видят, да, как их проект идет от начала, sorry, от момента того, как у них появилась идея, да, когда они попали в Promotals. Это просто идея. Ну, в большинстве случаи это просто, как бы, несколько слов о том, что они хотят видеть. И здесь же оно приоритизируется, потому что они говорят с другими продукт-товнерами, говорят, да, это важно, это не важно, это должно быть сейчас, именно сейчас. В лондонских проектах тоже есть какие-то свои сроки обычно, какие-то свои зависимости от каких-то внешних факторов. Поэтому это очень важно для того, чтобы продукт-товнеры коммуницировали между собой. На этот митинг входят продукт-товнеры, представители конечных пользователей и архитекторы. Это очень важно, чтобы они договорились между собой и спускали в команду уже какое-то видение приоритетов. А архитектор какой? Бизнес или технический? Технический. Ну, потому что системы достаточно сложные, и без архитекторов там нереально. Сколько времени вы выбираете для того, чтобы организовать вообще общение между колок-товнерами? Общение? Сколько времени на это тратим? Полгода. Ну, у нас как бы плюс в том, что компания поддерживает понимание продукт-товнеров. Она читает им тренинги, вот этот инвестиционный, скажем так, они заинтересованы в том, чтобы продукт-товнеры понимали, почему именно так работали. А продукт-товнер это ваш? Нет, это я не знаю. Ну и, собственно, как бы закончить по этому слайду, у нас у этого проекта идёт the art of Capture Vindindade, Create Vision до статуса, когда он готов к скрепиту, working progress и release. Его не интересуют какие-то там детальные моменты, да, там, какие user story мы берём-либо. Он интересует конечный инвестиционал. Да. Вот. Дальше у нас детализация требований в Azure. Тоже такая достаточно спорная тематика, потому что детализированные требования, если кто-то, наверное, читал user story заплат, который наиболее часто используется в Azure. Там user story это, ну, как бы, as the user I want to solve that. И акцентность критерий на другой стороне. Но у нас это не работало, как бы, очень сложный домен, и очень сложно, как бы, это принести просто вот в простую карточку для обсуждения. Ну и, собственно, наши проблемы. Agile не предполагает документации, но это я уже сказал, сложной документации. Специфика продукта предполагает большое количество технических деталей. Но у нас много взаимодействий, поэтому их нужно описывать. Их не все знают. И они, как бы, не лежат на поверхности. Нам не просто описать все бизнес-детали. Мало того, что у нас есть технические детали, плюс у нас есть какой-то бизнес-слов, который мы их реализуем. И дело в том, что часто девелоперы не понимают, как бы, что же, ну, что с точки зрения вот этих деривативов, в действительности будет происходить в системе. Это тоже желательно. Работа аналитика не всегда согласуется со скрам-процессом. Мы не работаем в спринтах. Нам ответили, мы работаем. Не ответили, работаем по-другому. Мы очень гибкие. У нас ротация бэклогов проектов между командами часто бывало. Просто забрали их из одной команды, а далее из другой, потому что вот эта команда лучше работает именно с этой части. Ну и непонятные первые детали задач для следующих спринтах. Это именно для команды. Они не понимают, что будет дальше. У нас у всех на начале спринтах спринт-плейнинг. Ну, как бы, спринт-плейнинги, они, ну, как бы, новые задачи. Мы не знаем, что это. У них нет информации по импосту. Ну и, собственно, как мы это решали? Ну, одна из проблем, о которой он вам сказал, что детализация. Значит, бывало такое, что бэклоги перекидывались, и, допустим, какую-то часть уже требований сделал, потом приоритет бэклога меняется, непонятно, соответственно, меняются детали из эш-сори. Поэтому пришли к тому, что детализация из эш-сори должна быть вот непосредственно перед спринтом. То есть можно прорабатывать эпики и разбивать юзер-сори, можно разрабатывать эпики, ну, детализировать юзер-сори, если ты точно знаешь, что вот это будет хайст приоритет на ближайшие 1-2 спринта. Если это работа, которую надо сделать не у нас сейчас, то в ближайшее время не одна из команд это делает, брать эту задачу в год, то мы стараемся таки юзер-сори не детализировать. Разбивка и отслеживание юзер-сори. То есть сместили актент, что аналитика – это роль, как я уже говорила, не только в команде, но это прокси-продукт-тонер. То есть аналитик должен обеспечивать, он должен смотреть, что его команда будет делать за счет людей и должен это знать. То есть он должен понимать, вот какие юзер-сори надо прорабатывать на следующий раз. конфлайнс как система управления требовать. Значит, мы знаем конфлайнс, мы любите странички, если кому-то это будет более знакомо. Создали свою структуру, там где есть тема, юзер-сори, какие-то треки вот этих юзер-сори, какие-то дизайн. То есть можно, вот вся информация у нас сконсолидирована по темам, по бэклокам. То есть раньше это были спейс и команд. Раньше вот был спейс команд, и команда в своем спейсе отписывала юзер-сори, которую она делает. Поэтому собрать в бэклог информацию было нереально. То есть сейчас, благодаря тому, что команды работают уже под своими топиками, бэклогами, даже если они переходят из одной из одного бэклога в бэклоге, тем не менее все равно вся информация в одном месте. Дальше, разделение структуры базы знаний. То есть помимо того, что есть отслеживание юзер-сори и бэклогов, есть структура базы знаний, которую мы разделили на техническую и бизнес-часть. То есть после того, как юзер-сори сделана, готова эта задача аналитика иногда команды, проопдейтить технические детали в базе знаний или проопдейтить бизнес-информацию, поменять бизнес-флот, то есть чтобы эта информация была доступна. Удобно, что это все редактируется, то есть в режиме реального времени, это может редактировать кто угодно. Это может редактировать просто кто он, аналитик, тестировщик, то есть имеют доступ и есть версионность. В общем, удобно. Процесс ревью-историй. С ревью-историями получилась интересная вещь. Ревью-историй с продактонером – это просто необходимость. То есть без этого никак. Это надо делать обязательно, потому что в конце оказывается, что продактонер просто этого не читал, а то, что сделали, его не совсем устраивает. А так как аналитик – это прокси-продактонер, достается обычно ему. Еще мы пытались внедрить такой процесс, как ревью-бизнес-аналитиками и юзер-сторий. Но этот процесс не прижился. Почему? Потому что очень тяжело переключаться с одного блога на другого. Уходит минимум один день, чтобы внедрить в другую тему, в тему другого аналитика и прорвивать его юзер-сторий. Это свелось все в такой формальной проверке просто там template и юзер-сторий, чтобы вам есть вся необходимая информация, и мы со временем сказали, что это не работает. Для нас это не работает, мы это не делаем. Да, но в принципе, если вы работаете в одном направлении, постарайтесь использовать также ревью в рамках вашего проекта в юзер-бизнес-аналитиками. В общем, оно помогает. Да, то есть если, допустим, мы с Ромой работаем другим проектом, то мы иногда просим друг друга про ревью-сторий, про ревью, чтобы ничего не забыли, где-то какой-то knowledge пошарить. Specification by Example. Это пример представления требований в виде примеров. Будет сегодня печа-пуча на эту тему. Рекомендую всем сходить послушать. Мы не знаем, для нас работает. Очень классно. В общем, счастливы и кей, и аналитики, и продактоны. И даже иногда гораздо больше продактона это все объяснить с помощью этих табличек СДФ. Время по красности, работе аналитика. Ну, собственно, вот. Да. Вот это мы, не знаю, не хочу сказать, что мы с вами придумали, посмотрели, как можно отрекать работу бизнес-аналитика в спринте. Вот это внизу стандартный Scrum board. Doing progress done. Мы добавили в верхнюю часть доски работу аналитика. То есть, чтобы команда видела, чем занимается аналитик, и что, скорее всего, команда будет делать в следующем спринте. То в секции точно так же поместили задачи аналитика, которые нужно делать. Capture details. Это, по сути дела, детализация user story. По ревью. То есть, команда видит, что user story была проревьюна на product owner. Дальше команда видит, что может брать эту user story на BBR. То есть, может прорабатывать, допустим, если в конце спринта у вас осталось свободное время какое-то. То есть, команда может брать эту user story, прорабатывать ее, выяснять какие-то технические детали. И дальше это user story на BBR. Ну, еще есть такая маленькая хитрость с конвертиками. То есть, если у вас есть проблема того, что команда не доделывает user story, и девелоперы хватают user story снизу-снизу доски, не хотят там заканчивать тестирование, то можно прятать user story в конвертике, и пока у вас первые, допустим, две user story полностью не закончены, не открывать конвертик. Такая маленькая хитрость. Собственно, вот этот процесс тоже очень хорошо работает. Даже во время стендапа бизнес-аналитик апдейтит свой статус. То бишь, команда проходится по этому, по туту, и по туту, бизнес-аналитик апдейтит вот здесь. И команда видит, что он делает. И команда есть понимание, что дальше перейдет на следующий секрет. Это очень важно. И важно то, что бизнес-аналитик является также членом команды. И команда просто думает, что хочет. Наш бизнес-аналитик не умелый, не понятно, чем он занимается вообще. Приходит и читает. Чем вы полезные проблемы разработали? Кажется, в принципе, когда мы заканчиваем требования, в принципе, дарит и делает, что у нас надо. Но, в принципе, у нас есть проблемы, были проблемы, наверное, которые тоже нуждаются в бизнес-аналитике. У нас много совещаний. Много, потому что есть какие-то детали, которые постоянно обновляются, все меняется, и команда не может просто сидеть постоянно на митинге. У нас вот эти новые детали появляются в рамках из истории. Ну, Product Owner что-то вспомнил. Ну, какие-то детали всплыли из-за того, что система очень связана с другими. Еще что-то. Скажу так, часто, вот, как Настя уже говорил, у нас результат работы может не отвечать тому, что хочет Product Owner. Хотя, с которым именно рекламентом записанным, оно полностью 100% получается. Ну, как я сейчас думаю. Программисты слабо знакомы, как бы, с дальменной областью. Они не понимают бизнес-процесс. Они не знают, как бы, что такое процесс продажи деривативов, там, не знают, процесс свопа, там, опшена, там, еще и индекса, и т.д. и т.п. Ну, они просто этого не знают, им это не нужны. И, конечно, свободные ресурсы. Часто у нас, поскольку доменная область достаточно сложная, мы, бывает, переоцениваем их застройки. Ну, бывало такое, что их переоцениваем. Они очень сложные, как, ну, давайте, накинем много. И, в конце концепта, бывало такое, что у нас просто, как бы, мы все поделались и ничего не делали. Что дальше? Ну, и, собственно, каким образом мы это все решали? Во-первых, бизнес-аналитик, это у нас Proxy Product Owner. Это человек, который, в большинстве случаев, шилдит команду ненужных митингов. Да, чтобы вы понимали. Команда ходит все равно на митинги, которые нужны и которые нужны им для понимания. Но если это митинг просто, там, просто, чтобы поговорить, просто статуса сказать или еще что-то, бизнес-аналитик… Да, да, да. Бизнес-аналитик тогда в этом помогает команде. Он, скажем, принимает от разных слов. Собственно, задача, как Proxy Product Owner, это отвечать на все вопросы здесь, локально. Чтобы не нужно было кому-то звонить, кого-то искать долго. Второе – это технический анализ. То есть бизнес-аналитик помогает в технических каких-то деталях уже в рамках спринта. Да, вот, начали работу над историей. Ну, это достаточно сложный, как бы, домен. У нас много XML, каких-то стандартных протоколов, тоже в базе данных какие-то запросы в какие-то процессы. И девелоперам часто нужно просто помочь. Вяснить, какое фоле что означает, как бы, расписать это все, создать какой-то XML дополнительный, который нужно будет использовать для того, чтобы это ответственность бизнеса именно специфика. Дальше у нас революционирующие требования. Что мы с ними делаем, да? Мы их фиксируем, не доносим. Они должны все записываться. Те все новые детали, которые появляются в рамках спринта, они все фиксируются вот на конкурсе, но на наших страничках. Потому что в результате они нам всему понадобятся. Проблема в том, что у нас очень много реверс инжиниринга. То есть когда текущее проведение программы поднимается по какому-то анализу, техническому анализу назад. То есть иногда продактонеры не знают, они скидывают какие-то требования. Посмотрите, как оно работает сейчас. И не надо, чтобы к тому, как оно работает сейчас, еще добавилось вот это вот. И очень много времени вот аналитика уходит вместе с командой. То есть это работа и аналитика, и команда. Вот этот вот технический анализ, как только оно работает сейчас. Ну вплоть до того, что аналитик сидится, вместе с девелопером лезет в код, смотрит эти xml, эти xsrt и все такое. Ну и на основании этого у нас есть новый general session. Вот какие-то, если бизнес-аналитик видит, что команда не допонимает роботопроцесс. Что мы делаем? Мы просто встречаемся возле нашей виски, как мы говорим. Бизнес-аналитик рассказывает, каким образом, что описывает данный процесс, который мы импровизируем. Что в нем есть полезного. Каким образом? С точки зрения бизнеса. Это дает девелоперам понимание того, что он делает. Ну и также с какими-то дополнительными деталями, вот этими эволюционирующими требованиями. Мы что-то новое узнали. Мы не просто сидим правдейт или историю, хотите, смотрите, хотите, нет. Мы всех собираем, сказали, так, у нас все поменялось, или немного поменялось, это повлияет на это, это. Так что все, как бы, учтите. Дальше. Мы получаем завет-продуктор на демо в середине спринта. Мы стараемся проводить, как бы, не демо в конце, оно тоже есть, но демо также в середине спринта. Но это часто, чтобы мы понимали, что мы не просто там собираем все и говорим, о, мы уже что-то сделали, потому что сложно что-то показать уже реальне. Это может быть просто XML-ка, да? Умежуточный вариант. Да, помежуточный вариант, как должен выглядеть документ, или интерплейт, или, ну, что является результатом из нашего спринта. Ну и раннее проведение детального планирования. Это наше BBI. Это то, если команда имеет какое-то время, у них есть шанс делать какой-то дополнительный инвестигейшн, technical, еще в рамках вот текущего спринта. Ну, это решает вот эту проблему, да? Да. И, соответственно, подготавливает команду к следующему спринту. Ну и, собственно, инструмент. Да. Тут интересный инструмент. Значит, самая сложная задача – это как составить довелок, прочитать требования. Вот. То есть, мы написали в нашу историю, довелок, которые требования не читают. Это стандартная проблема, или читают так, наискосок. То есть, деталей мы не знаем. Есть такой интересный механизм, как провести с ними игру. Для этого идеально подходит во время BBI. Для этого идеально подходит SBE. То есть, вы подготовили какие-то ваши входные данные, какие-то ваши выходные данные, но вы не показываете сразу результат. То есть, вы объясните бизнес-правилом. После этого попросите команду вот на основе этих входных данных написать вот ожидание и результат. То есть, как это видит команда. Например, вот у вас есть требования удалять заказы, созданные до 1 января 2009-го, и попавшие в архив до 31 декабря 2019-го года. Дальше у вас есть пример входных данных по созданию данной архивации. Вы просто довелокеров во время BBI напишите, вот уделять заказы в этом случае или нет. Вот они пишут на стикерах. И, допустим, если все совпадает, все хорошо, значит все поняли. Если результаты не совпадают, то значит либо требования написаны недостаточно ясно, либо кто-то не хочет слушать и вникать. Вот, то есть, да, читать, ну, вникать на все это дело. Вот, и таким образом это позволяет, вот такая игра позволяет выявить не только вот пробелы в знаниях девелоперов, то есть, может быть, где-то просто не хватает какого-то бизнес-знания, но также это позволяет вам выявить ваши пробелы как аналитика. То есть, где вы достаточно точно сформулировали требования. в данном случае. То есть, если вы, если добавить слово включительно до 1 января или включительно до 31 декабря, то, возможно, это сняло бы некоторые из точностей. Вопросы много? А роли технических архитектора у вас нет, получается, на команде? Или у вас каждый девелопер определяет архитектором? У нас есть, ну, это сложно рассказать, у нас есть Subject Meta-эксперты, у нас есть компонент Гатлин, компонент Гатлин есть глобальный, то есть, это глобальный технический архитектор, есть локальный технический архитектор есть локальный технический архитектор в командах. А не просто как бы архитектор и глобальный архитектор? То есть, да, есть роль архитектора вне команды, и есть представитель архитекторов по компонентам в командах. То есть, ну, обычно это даже не в командах, а в локациях. Мы чуть позже об этом расскажем, про subject meta-experts мы их называем, которые влияют на процесс принятия каких-то архитектурных решений, у них есть своё комьюнити, у них есть свои процессы, это идеально рисовать, поэтому если кому-то ещё интересно, давайте вот после окончания мы нарисуем, каким образом у нас реализована именно техническая экспертиза, поэтому просто это тоже очень интересно. Итак, разработка закончена, что дальше? Проблемы, какие у нас были проблемы? Нет шанса просто отдать и забыть, то есть всё равно к нам на нас выходили конечные пользователи, значит проблема институционного банка в том, что наш доступ к конечным пользователям, он ограничен, то есть нас пытаются разделять с нашими конечными пользователями, но всё равно они как-то выходят на нас, и вы должны им что-то рассказывать или что-то объяснять, особенно когда это какие-то труды шлются. Конечные пользователи иногда не знают, что делать с тем, что уже разработано и с тем, что мы разработали, то есть допустим мы перерабатывали какую-то функцию, и вот смотрите, мы вот так вот передели, вам удобно, а мы не знаем, как он до этого работал. То есть бывает иногда и такое, мы рассказываем о предыдущем поведении, в куче, что изменилось, почему это лучше. Нет, я хочу немного объяснить конечность ситуации, да, вы представляете, операцион-вьюзеры, которые должны были бы использовать вот этот функционал раньше, они не знают, как он работал, и тут вы им приходите и объясняете, как он работал. Тогда зачем вы его разрабатываете? Потому что есть несколько групп, да, во-первых, не должны его использовать, во-вторых, есть несколько групп операцион-вьюзеров, которые разбросаны опять-таки по разным локациям, то есть допустим в Лондоне это знают, в Бангалоре это не знают. Я хочу выбрать правильного функционал-вьюзера, который знал вот предыдущий коммуникатор. Да, но коммуникация, в основном это и проблема, что коммуникация идет через команды разработчика, а не в них между собой. Ну, то есть это проблема, иногда бывает, коммуникация внутри организации, то есть это не всегда проблема, ну, как бы, нехватки конечной документации, это иногда будет проблема коммуникации в организации. Да, но это проблема. Продолжить работу над тем, что мы начали, могут другие. Бывает такое, что мы что-то сделали, через полгода там появились какие-то новые пожелания, то уже приходит и делает другая команда. Соответственно, эта другая команда должна знать, как, что было сделано, как это работает и понимать эти процессы. Вопросы могут возникнуть и так же через год, как у других команд, так и у пользователей. Специальные доменные знания не распространяются между всеми. То есть, бывало часто такое, что, допустим, краков работает над одним направлением масс-классов, тим работает над другим направлением масс-классов. Потом что-то там меняется, нам надо знать и то, и другое, то есть не было никакого обмена знаний, мне это было плохо, потому что мы не видели, что происходит вот параллельно с нашими процессами. Ну и у команд были очень долгие клиные учения, потому что нас переключали, как я уже сказал, нас переключали между кругами, очень много времени уходило на вникание, в проблематику, в суть этой предметной области. Ну и, собственно, что мы сделали, чтобы эти монеты улучшить? А, да, что мы сделали? Во-первых, как бы для наших драгоценных юзеров мы делаем демо и тренинги. Как бы демо, ну это стандартно, да, для product owner, но еще мы делаем их для конечных пользователей. Для того, чтобы они понимали, как это вообще можно использовать. То есть мы просто показываем, вот, куда у вас приходит какой-то confirmation message, вы делаете с ним вот это, вот это, оно потом как бы идет туда. И, собственно, таким образом и тренинги, как бы, тоже краткие, по телефону, как бы у нас конференц-голы, тоже объясняем им, как это все должно работать и показываем. И структуризация документации знаний после завершения работы, да, но потом все-таки документация у нас не остается в таком же состоянии. Мы стараемся апдейтить, сразу после истории мы узнали еще что-то, что туда его закинули, или какие-то еще дополнительные, не знаю, зависимости узнали, тоже туда записали. Это, конечно, не бесконечный процесс, но он может, как бы, где-то месяц, еще после окончания юзисту или даже два, как бы быть. Создание руководства пользователей, ну, в принципе, стандартное не было. Community practices, для кого нас заняты. Вот то, что Настя сказала. У нас часто бывает ситуация, когда какие-то аналитики знают определенные области, а мы, как другие аналитики, даже не знаем о том, что они знают. Мы, соответственно, не знаем, у кого спросить. И вот эти community practices для бизнес-аналитиков позволяют нам обмениваться тем, что мы знаем, и хотят рассказывать о том, что кто знает, чтобы спросить в дальнейшем. Ну и последнее, это, наверное, распределение subject matter experts. То, что Настя говорила. У нас сейчас в каждой локации есть представители так называемых архитекторов глобальных. Для того, чтобы они... Ну, это вот есть proxy product owner с точки зрения бизнеса. А у нас subject matter experts. Это proxy-архитектор. Что это такое? И он позволяет, ну, он знает много, скажем так, ответов на вопросы технические. Потому что он всегда контактируется с этим архитекторами. У них какие-то есть сессии. И subject matter experts выделяет 25% своего времени на то, чтобы работать только над своим компонентом. Ну, как бы, он понимает его наилучше. Своей локацией. Ну, когда в среднем один представитель на локацию. Вот. Что мы использовали для того, чтобы хорошо потом, скажем так, искать на наших предметах? У нас есть omfrents и у нас есть take. Это тоже очень полезно. Просто добавляйте, как бы, в каждую страницу какие-то take. Ну, я думаю, много кто знаком с этим, как без интернета. Оно также работает в confluence. Потому что в confluence, в принципе, поиск не наилучший. И take очень помогает найти, как бы, какие-то вещи, которые вам нужны. Да. Это наш процесс сейчас. Ну, это, да, скорее, такой вот процесс по Antifact. Просто для того, чтобы показать, что Scrum это не просто, когда вот попадает все из одного какого-то веклога в команду. То есть, мы просто попытались показать, что попадают в user stories из других веклогов в один спринт в команду. Ну, более к данным против Antifact. Опять-таки, вот, если будет интересен сам процесс движения Antifact, то можно поговорить вот вне времени, потому что у нас уже мало времени осталось. Да. Вот. Ну, и заключение, опять-таки, это те методы, которые работали для нас. То есть, мы этот процесс, вот, он болезненный иногда, вырабатывался на протяжении двух лет. Что-то работало, что-то нет. Но, в целом, вот, то, что у нас получилось, то есть, мы пробовали. Мы очень много пробовали, очень много делали для того, чтобы вот что-то пытаться улучшить. Советуем делать то же самое вам. Очень полезная вещь, это community practices, там, где вы можете проводить презентации для ваших коллег, которые работают над похожими задачами, над тем, над чем вы работаете. Это всегда полезно. Ну, и несколько таких вот заключений, tips and tricks. Да, ну, то, что у нас я уже сказал, это continuous improvement – наше всё. Старайтесь всегда оценивать ваш процесс, постоянно. Постоянно понимать, что оно не так работает. Ну, и то, что нам помогало в этом continuous improvement – вот эти сообщества, как у нас уже их тут мало, в рамках их мы также создавали way improvement backlog. Это, ну, как бы, список задач. Мы, как бизнес-аналитики, мы видим, что у нас в процессе что-то не так. Мы выделяли backlog и говорили, нам нужно улучшить вот это и вот это именно в процессе бизнес-анализа. Ну, потому что бизнес-аналитики лучше всего знают. Да, у нас есть BA-workshop, это также у нас бизнес-аналитики в различных локациях. Для того, чтобы нам знать всё-таки один другого в лицо, это совсем другая, ну, вот, дело, да? Когда ты просто говоришь с кем-то по телефону, или ты его знаешь в лицо, там, не знаю, с ним парень. Намного лучшее общение получается. Ну, и обучайте ваших кодотонеров, это то, что мы уже говорили, да? Старайтесь, как бы, чтобы они понимали, почему вы так работаете, и почему у вас такие requirement, таких не работают. Ну, и ещё у нас есть Тепан Кровод, эти центры. Это тоже очень, как бы, интересная вещь, которая у нас не так давно появилась, но которая помогает нам консолидировать все знания по улучшению проекта. Есть похожие проекты, инвестиционные банки. С этим сейчас многие работают, и можно ещё, ну, как бы, официально нельзя шарить, но вы ещё какой-то, там, вы не можете рассказывать о технологиях, вы не можете рассказывать о явных процессах, вы можете рассказывать о каких-то вещах, которые не засекречены, делиться каким-то опытом. Вот именно по построению процессов. Ещё вот по поводу BI workflow improvements, то есть, на самом деле, мы на это выделяли иногда вот до десяти процентов времени с принятия аналитика для того, чтобы создать вот, допустим, какие-то темплейты найти. Темплейт user story, темплейт темы, темплейт эпика, темплейт трекинга веблога. То есть, вот это вот всё, мы выработали для себя то, что удобно, то, что не работает, то, что не работает. Например, подготовка каких-то презентаций, именно, улучшения между бизнес-аналитиками. Это тоже включалось в эти десять процентов. В этих подходах. Да, для бизнес-аналитика, как бы, его workflow. Ну, и, собственно, как бы, учите подходы, действуйте. В любом случае, если вы думаете, должно быть здесь. Вам нужно найти, как бы, свой подход. В большинстве случаев, Что-то, 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 у вас. Ну, ну, собственно, и всё. Спасибо.